Якутский завершился второй этап дальневосточного конкурса «Я инженер». В этом году перед экспертным жюри защищали свои работы студенты и работающие специалисты из разных уголков Дальнего Востока. Рассказывает Роман Муконин. Республиканский конкурс Вячеслава Штурова «Я инженер» получил статус дальневосточного. Теперь за звание лучших борются талантливые школьники, студенты и работающие специалисты со всего региона. Первый этап конкурса проходил в заочной форме. Достаточно представить свой проект. А вот во втором туре участники съехались в Якутск. Среди них и представители Мирного, студенты МРТК Эдуард Филиппов и работник Алроса Дмитрий Калинченко, не так давно ставший лучшим рационализатором компании. Я изучил всю информацию, какие были проекты до этого, какие защищались. То есть, смогу ли я дойти до финала, чтобы не просто так съездить. Я изучил информацию, понял, что есть смысл принять участие. На суд жюри Дмитрий представил проект оптимизации работы насосов на обогатительных фабриках. Предложение инженера сокращает простое оборудование и приносит реальную прибыль предприятию. Работа не затерялась и в числе 12 лучших попала в финал конкурса. Я этот проект, естественно, не сам делал, потому что такие серьезные работы делаются коллективом. У нас коллектив профессиональный, и мы это все совместно делали. Проекты, да, есть. Примерно 14 работ реализовано. И в данный момент примерно 4 работы сейчас в работе, 4 предложения тоже серьезные. На конкурсе «Я инженер» специалисты от Алроса уже были в числе лучших. Так, в прошлом году главный приз соревнования автомобиль получил Нюргун Захаров, работник рудника «Интернациональный». В этот раз у представителя «Алмазной компании» также есть все шансы стать победителем. Очная защита на третьем заключительном этапе пройдет уже в конце ноября.